Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И тема нашего сегодняшнего видео это мы опять найдем 20 планет Солнечной системы, которые были известны в древности путем расшифровки Мезенского календаря. И если одна календарная система, это может быть совпадение. Если две календарные системы, которые показывают одну и ту же случайность, то три календарные системы это просто закономерность, которой владели древние. Дело в том, что... Ну что такое Мезенский браслет? Где-то в 1908 году в Российской империи в городе Мезен были обнаружены определенные косточки мамонтов, браслеты, музыкальные инструменты. Казалось бы, ну что это там за линия, орнамент? Я вам даже про концерт, который был реконструирован на этих музыкальных инструментах, которым 20 тысяч лет назад всем этим находкам определила наука. У меня даже есть статья, где приводится реконструкция той музыки. Всем рекомендую. Все ссылки на использованные материалы, как всегда, в описании к видео. Можете послушать, что слушали люди 20 тысяч лет назад, какую музыку. Так вот, изучая эти находки, наука и я заметил то, что все вот эти браслеты, они синхронизированы по определенным объектам. Если верхний браслет, например, это я тоже определяю как синхронизацию по ФАТе, потому что наука не знает ни ФАТу, ни Лелю, то нижний браслет оказался более интересным. Мы его как раз сейчас и изучим. Для того, чтобы подтвердить окончательно, что люди древности владели наибольшей информацией, чем мы даже сегодня. Казалось бы, ну что может быть на этой косточке мамонта? Кстати, здесь три пластины, которые сшиты в одну. Это просто ручной браслет. То есть размер его минимальный. Носился он на руке. Вот наука его как бы определила все линии. Все, что они здесь могли определить, что это как бы календарная система, очень похожа для них, которая синхронизирована по Луне. Ну и по Солнцу. Мы же расшифруем ее полностью, потому что те, кто смотрел мои предыдущие видео, где я расшифровывал и Ачинский Жезл, и Малтынскую календарную систему, увидят схожесть. Вроде бы они похожи и одновременно не похожи. Так в чем же суть? Обращаем внимание, что это, кстати, древнейшее, известное на сегодняшний день, протосвастичное изображение. Вот в центре и по бокам. Ну а что такое свастика? Да это всего лишь солнечное движение за год, которое фиксировалось нашими предками. Не только солнечное, а движение и других объектов. Когда-то наука, найдя подобные изображения на Ближнем Востоке, отнесла их к древним грекам. Ну где древние греки, а где 20-ти тысячелетний календарик с тем же орнаментом, в виде меандра, ими же названного. Это вопрос отдельный. Если бы они переименовали в жреческий орнамент, тогда все стало на свои места, потому что это все орнаменты, это орнаменты наблюдения за движением определенных объектов и их фиксации. Вот так она выглядит в архитектуре, этот меандр или солнечное движение. Ну а все, я думаю, зрители наши увидят в нем букву Г, которая, почему она повторяется 4 раза, вы все увидели из моих расчетов. Это не просто так, что это необходимость для определения объектов и синхронизации с ними. Таких, кстати, основных свастик, а сва это небесное атико движение, то есть свастика это определенные виды небесных движений различных объектов. Их только основных 144 существует. Так что, для того, чтобы вы понимали историю вопроса, откуда оно взялось, оно берется с небес, с небесных движений. Поэтому мы встречаем эти символы по всему миру, во все временные эпохи. И как вы понимаете, это не просто так. Ну, продолжим рассматривать мезынский браслет. Дело в том, что те, кто смотрел мои предыдущие видео, скажут, ну это чуть другая система. Нет, это одна и та же система. Обращаю ваше внимание, она сделана так же. Есть центр и четыре группы линий по бокам. Причем в центре 268 точек. Мы их уже видели. Где мы их видели? Это на Малтынской пластине. Мы видели точно такую же схему изображения. Мы видели все, что принадлежит к Земле, а именно три луны и движение Солнца относительно Земли. Они изображены в центре. И сумма точек на Малтынской пластине тоже 268. Это именно все объекты, которые относятся к Земле. А по бокам раз, два, три, четыре спирали. То есть четыре группы точек соединенных вместе. Там же линии выступают. То же самое вот на Ачинском жезле, который мы расшифровывали. Вот она, центральная группа точек. А от нее раз, два, три, четыре получается спирали. То есть компоновка та же самая. Пускай она чуть-чуть и не совпадает там по линиям, но вы сейчас увидите, что она имеет право на существование, потому что это та же самая система, только по-другому организованная. Что не отменяет ее математическую работу и правильность изображения. Давайте рассмотрим, например, есть ли на Мизинском календаре символ Лели. Оказывается, пожалуйста, вот эти группы линий, которые наука не понимает, почему они так сгруппированы вокруг центра. Первая группа линий это семь линий, повторенные шесть раз в сумме 42. А как вы помните, и сегодняшняя наша неделя, семидневная, она ведет начало цикла той погибшей Луны Лели. Поэтому вот вам и семь дней, повторенные шесть раз. И вторая группа линий, семь дней, повторенные восемь раз. Вот она, легендарная Луна Леля. Она здесь зашита, зашифрована. С ее семидневным циклом. Пожалуйста. Если тут Фата с ее легендарным тринадцатидневным циклом, который я показывал в календарях Майя и других. Пожалуйста, вот она, сбоку. Вот ее движение. Девяносто один делим на тринадцать цикл Фаты. Получаем четко. Опять семь. То есть четко совпадает по Фате. То есть слева, справа Леля, сбоку Фата. Кстати, из-за того, что мы видели на Малтынской пластине, мы можем сказать, что в центре тоже, скорее всего, зашифровано именно движение и Фаты, и Лели по годам, плюс солнечно, солнечные циклы вместе с циклами Луны месяца, что мы сейчас видим. Ну, наука определила, что центр, это как раз и есть, как говорится, движение Солнца и Луны. То есть весь календарь, все, что они смогли сделать, это определить, что это циклы здесь изображены Солнца и Луны месяца, которые мы сейчас видим. А давайте продолжим. Что же мы еще тут найдем? Есть ли здесь Меркурий? Цикл 88 дней по нашему современному. Дело в том, что когда был создан этот календарик, а он был создан ну минимум 20 тысяч лет назад, тогда цикл у Земли был по всем легендам 360,25 дня. А если просто построить соотношение, то тогда цикл Меркурия был в те времена 86,79 суток наших земных, тогдашних, 20 тысяч лет назад. И что мы видим? Вот эта группа линий, которая сгруппирована в 91 линию. Здесь 4 линии каких-то отдельных. Вероятно, они служили как раз для Меркурия как священное лето. Что такое священное лето? Это у нас же есть сейчас высокостный год. Почему у нас есть высокостный год? Где 365 дней, а в каком-то 366. Именно для синхронизации календаря. Чтобы все те же события происходили примерно в одно и то же время. Я имею ввиду по Солнцу и по Луне. Ну, а раньше это называлось священное лето. Когда оно могло быть короче или длиннее, все зависит от цикла. Именно для синхронизации множества объектов. Поэтому, если мы 91 линию вычтем 4, получим 87 дней. Здесь как раз и зашит цикл Меркурия одновременно. То, что группа этих линий используется одновременно и по дням, и по четверенной сумме этих дней, и даже по годам одновременно, и по четверенному умножению этих годов. Это все показывает уровень древнего человека, так называемого в кавычках дикого, который владеет прекрасными познаниями в математике, в небесном движении и производит исполнение всей модели Солнечной системы на такой маленькой площади. Ну, продолжим. Есть ли здесь Венера? Пожалуйста. Вот этот цикл, который мы выше определили по дням, как цикл именно Лели. Умножение его 56 линий на 4 дает 224 дня. Дело в том, что Венера сейчас 225 дней, но, как мы понимаем, из-за того, что это в днях, а цикл раньше был другой, скорее всего, это как раз и есть, это Венера, которая, если даже и были какие-то несовпадения, вот использовали те же 4 линии для так называемых священных лет и высокосных годов по Венере. Ну, продолжим. Марс здесь существует? Да, существует. Вот мы берем опять от центра левую группу точек, умножаем ее уже не в днях, а в годах на 360 цех 25 сотых. Получаем количество дней, видим, что нужна как минимум двойная синхронизация, умножаем на 2, получаем 84 года. Что такое 84? Умножаем уже на продолжительность солнечного года прошлого, 360 25, и на цикл Марса 3687 66. Что мы получаем? Мы получаем ровно 44 цикла. Вот этот хвостик может быть связан именно с тем, что прошлый год прошлого был чуть другой. Опять же, что мы имеем? Мы имеем практически полное совпадение. То есть точки, линии эти сгруппированы не только по дням, но и по годам одновременно для многих объектов, что мы и видели на предыдущих календарных системах. То есть принципы одни и те же. Если здесь Дея, где сейчас пояс астероидов, который состоит из спутника Люцифера, а самой Деи нет. Есть ли здесь орбита? Есть, пожалуйста. Мы умножаем те же 42 точки, только уже не на 2, а на 4. Получаем 168 лет. Делим на цикл этой Деи, 5-25. Мы получаем полное вообще совпадение, 32 цикла. Продолжим. Юпитер, один свой 6 целых лет. Есть ли он здесь? А теперь рассмотрим опять же 91 точку именно в годах. Умножаем на год прошлого, 360-25. Получаем количество дней, видим, что нужна четырехкратная синхронизация для полного выхода в ноль. Умножаем 91 на 4, получаем 364 и делим на 1 с 86. Получаем фактически полное совпадение. Тут расхождение в сотых, там, 4 сотых в итоге выходит. То есть мы имеем полное совпадение в годах по Юпитеру этой группы точек. Есть ли здесь Сатурн? Да, есть Сатурн, но его чуть сложнее было вычислить. Оказывается, если не брать центральную часть, то сумма левых и правых точек примерно одинаковая. 149 и 147, что указывает на то, что перед нами какой-то один объект. И вот я взял максимальное 149, разделил на цикл Сатурна и получаем и полное совпадение. Опять 5, 057 сотых и тысячных 057 тысячных расхождение. Совершенно небольшое и то, которое может быть устранено при необходимости этим высокосным годом по Сатурну. Опять же, четырехкратное повторение два раза приводит к тому же эффекту, что мы имеем фактически полное совпадение этого объекта. Продолжим. А если здесь Земля Индры или Хирон астероид 2060? Есть. Оказывается, взяв центр центральной линии плюс правую группу линий получаем мы сумму 324 делим ее на цикл Хирона 5892 и что мы видим? Мы видим полное совпадение. 5,5 цикла умножаем на 4 фактически 22 цикла. Вот эти небольшие расхождения они связаны просто с тем, что год прошлого был чуть другой. Что мы имеем? Мы имеем в полное совпадение. Причем как говорится мы берем группируем эти линии по-разному ни разу не повторяясь именно в вычислениях а они дают другие объекты. Ну продолжим. Вот Уран. Оказывается Уран это вот эти 107 точек отдельных вот я их умножил на цикл прошлого 365 года увидел количество дней увидел что нужно что можно в принципе провести четырехкратную синхронизацию а можно сразу 107 разделить на цикл Урана и потом провести получается 5.094 цикла ну фактически полное совпадение расхождение там в десятых сотых не больше вот этот Уран а Нептун есть есть оказывается группа точек по центру так же как мы видели в Мезинском календарной системе она синхронизирована в годах по Нептуну 268 умножаем на цикл прошлого 365 получаем полное совпадение раз полное совпадение получили давайте разделим на цикл Нептуна 164 79 что мы видим 1626 умножаем на 4 получаем 6.5 еще раз по 4 и повторение будет 26 циклов ровно то есть фактически нет никаких расхождений ну там тысячные тысячные доли которые могут быть легко устранены так это событие которое будет происходить раз в тысячи лет то есть полная синхронизация центра в том числе и по Нептуну ну продолжим вот первоначально Харон был наименован спутником Плутона вот это двойное взаимодействие теперь считается что это двойная планета их общий центр тяжести расположен вне главной планеты это уникальный вид взаимодействия также необычно что они всегда обращены одной стороной друг к другу Харон и Плутон так есть ли здесь Плутон на этой календарной системе на этом маленьком браслетике из кости Мала да есть пожалуйста мы берем то мы брали чтобы вычислять центра плюс правую часть теперь берем центра плюс левую часть 42 плюс 268 310 и делим на Плутон 248 и 7 получается 1 24 65 повторенное 4 раза мы видим 5 целых циклов полное совпадение если здесь земля велеса 346 78 обратите внимание на символ какой интересный он даже нам подсказывает как вычислить в этой календарной системе если здесь земля велеса мы берем левую часть календаря плюс правую часть календаря и умножаем опять же полученный этот итоговый цикл 149 или 147 умножаем берем 4 раза максимальный 149 получается 596 лет и делим на 346 78 опять же мы получаем 1771 8 7 десятитысячных цикла повторяем 4 раза еще раз 4 раза и видим что это 27 с половиной цикла практически полное совпадение расхождение тысячные десятитысячные и все это легко устраняется то есть перед нами земля велес если здесь земля семарла которая тоже науке неизвестна 485 с половиной лет опять же есть не забываем что это браслет он как бы круговой то есть хоть его нам и развернули но вот эта левая часть она примыкает к вот этой части то есть и соединяем циклы 107 42 и 91 получается 240 2 плюс 4 кстати 6 это какая-то гармоничная орбита 240 на 485 с половиной разделили мы получили практически половину цикла 4 раза взяли и что мы видим 2 цикла то есть фактически полное совпадение полное совпадение этой системы с Симарком земля Одина 679 и 70 лет науке неизвестно если она оказывается она в центре нужно центральную группу линий взять 4 раза получаем 1072 лета и разделить на циклы земли Одина получается 1,57 и 7 тысячных цикла при повторении 4 раза четко 6,3 цикла то есть полное совпадение поэтому не зря все символы повторяются 4 кратно многие по крайней мере земля лады 883,6 если она здесь оказывается есть но здесь еще более хитрее она сгруппирована нужно взять сумму левой части плюс центр и отдельно берем сумму правой части плюс тот же центр получается 415 или 417 лет соответственно то есть перед нами четко какой-то один объект здесь я взял минимум 415 разделил на 883,6 ну получается 0,5 цикла фактически при повторении 4 раза еще раз 4 раза четко 7,5 цикла то есть полное совпадение по земле лады земля у зряца 1147 лет 38 сотых если она здесь опять же есть для этого мы берем сумму левой части плюс правой без центра это 296 лет и делим на цикл уздреца получается 25,8 тысячных умножаем на 4 получается 1,32 тысячных цикла то есть расхождение совершенно незначительное которое и то при необходимости могут быть устранены так называем высокосными годами по этому уздрецу для того чтобы календарь вошел в полное совпадение совпадение лет нет это закономерность математическая закономерность построения систем земля коляды 1502 62 лета оказывается весь календарь наука смогла его отследить что предположить что он весь синхронизирован по циклам луны месяца который мы видим но если бы они взяли это все в годах а именно 564 опять же 5 плюс 6 плюс 4 это получается 6 какая-то гармония числовая мы берем эти 564 умножаем на цикл года прошлого 360 25 видим действительно полное совпадение в днях то есть даже можно обойтись без четырехкратной синхронизации сразу кстати 2 плюс 0 плюс 3 плюс 1 плюс 8 плюс 1 это тоже 6 то есть опять же числовая гармония делим 564 на 1502 62 цикл коляды что мы видим мы видим количество цикла при повторении четыре раза получается ровно полтора ну ровно вот эти 024 десятитысячных я вам специально оставил чтобы видели вы какие незначительные расхождения это при том что был изменен еще земной год вполне возможно что они вот здесь вылазят именно из-за этих изменений не всегда учтенных то есть какое совпадение не просто совпадение а четкое математическое совпадение с землей коляды всей календарной системы но есть земля рода госта 1952 года 11 лет сотых опять же обращаю внимание четырехкратное повторение символ четырехкратности оказывается вот этот центр 366 это не прошло не солнечный год прошлого как наука предположила это в годах и есть цикл этого рода госта который нужно взять четыре раза вот эта сумма 366 366 мы берем четыре раза получается 1464 года и делим ее на 1952 11 сотых цикл рода госта известный нам сегодня умножаем это на 4 повторения получается 0.75 цикла то есть четкое совпадение причем расхождений фактически нет земля Тора науки неизвестна 1537 целых 75 десятых лет если она оказывается есть причем я применил для ее нахождения тот же принцип что применял например на Мезетской пластине я убрал орбиту Венеры убрал орбиту Венеры потому что она все-таки между Землей и Солнцем то есть вполне возможно что она ограничивает даже этот календарь в расчетах я получил сумму 508 точек без этой орбиты взял ее 4 раза получается 2032 лета разделил на цикл Тора и получил 8 десятых ну то есть там расхождение там 7 десятитысячных то есть полное совпадение с Землей Тора причем совпадающая и с Мезетской пластиной то есть использование тех же принципов на календарных системах которые отстают друг от друга на тысячи лет тысячи километров которые вроде бы сделаны по-другому проявляют тому что мы получаем полное подтверждение полное ну и в завершении то что наш удалось мне еще найти Земля Провы Пруф это Бог правосудия славян цикл 3456 лет 20 орбита наша если она здесь да оказывается если взять просто центр плюс именно с Венерой и повторить этот цикл 4 раза мы как раз и разделить потом на цикл Провы 3456 мы получаем 0.375 тысячных циклов 4-х кратное повторение приводит к тому что мы получим четко полтора ну или еще 4 раза умножить и получится четко 6 опять же числовая гармония опять мы получим гармоничное число то есть это 20-я орбита нашей Солнечной системы что ж можно подытожить по этому расшифронске Мезинского браслета возраст которого 20 тысяч лет на нем опять же мы видим модель Солнечной системы которая содержит информацию о движении Солнца плюс трех лун Земли плюс 20 планет Солнечной системы и на все это древний автор использовал 564 564 линии я предлагаю сегодняшним генеем повторить то же самое и построить модель Солнечной системы использовав 564 линии или точки как вам более удобно как я вам уже показывал эту схему и обещал сделать видео настоящего строения Солнечной системы как мы видим вот эти 20 планет или 20 орбит они не случайны они все нужны пускай там наука Плутон не принимает за планету этот херон считая его астероидами но они все нужны для того чтобы вся эта система находилась в гармонии все использованные материалы вы можете найти в ссылках под видео или нажав кнопку стоп так что хотелось бы поблагодарить вас за внимание подписывайтесь на канал делитесь этими материалами в социальных сетях тем самым вы поможете распространению информации поучаствуйте в создании новых роликов а тех кто хочет помочь создании новых видео пожалуйста под каждым видео есть ссылки есть описание как вы можете это сделать участвуйте повшем месте мы сила благодарю вас за внимание с вами был Виктор Максименко до новых встреч